МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей ДАВИЧ и я, Светлана Калышницына. Смотрите в этом выпуске. Башенный кран рухнул на жилой дом. Кто будет устранять последствия аварии и возмещать ущерб жильцам? Это еще надо выяснять. У нас краны не так часто падают. Внимание! Исторический момент. Школьники начали сдавать ЕГЭ. Как в Кире прошел первый экзамен по русскому языку. Мы вам аплодируем! Вы здорово пели! В Айкуле, Агутин, конкурсы и отличное настроение. Как целый город химиков отметил профессиональный праздник. Разрушенные балконы, поврежденная машина и проломленная крыша. Башенный кран упал на жилой дивизиотажный дом на улице Ленина, 188, дробь 4. ЧП произошло около 6 часов вечера, 26 мая. Очевидцы из соседнего дома успели снять момент падения 20-метровой конструкции. К месту происшествия сразу съехались все спецслужбы. Ведь в доме проживает около 250 человек. При падении кран разрушил балкон из 9 по 1 этаж, повредил 7 машин. Также, по предварительной оценке специалистов, у дома проломилась крыша в 4 местах. В некоторых квартирах выбило стекла. По счастливой случайности погибших и пострадавших нет. На некоторое время жильцов секции, которую задел кран, эвакуировали. После того, как специалисты МЧС провели осмотр квартир, людям разрешили вернуться в дом. Правда, многие боялись возвращаться. Я стояла у окна, разговаривала по телефону с мужем. В это время я увидела, что там у крана внизу, где он, около основания, что-то здесь скрилось. В следующий момент я смотрю, он уже падает на дом. Потом грохот, все полетело. У меня просто шок. Грики, визги, грохот, все летит. Я захватала кота и побежала вниз из дома. В тот же вечер на месте ЧП побывал губернатор. После осмотра пострадавшего дома Никита Белых дал поручение отраслевым органам. В частности, порекомендовал пострадавшим оказать помощь, в том числе юридическую. Напомнил также о том, что ущерб нужно возместить в максимально короткие сроки. А вот кто должен отвечать рублем за снесенные балконы и выбитое стекла? В ближайшие дни должны выяснить эксперты. Убирать последствия и разбираться в том, что произошло. Они начали сегодня, с самого утра. На месте ЧП побывала и Ирина Сырцева. Убирали остатки раскрошившегося бетона и аккуратно складывали куски отколовшихся плит с торчащей арматурой. Сегодня строители ЧП компаний поменяли рабочую площадку вместо соседнего недостроенного дома на дом пострадавшей от их же техники. Больше всего досталось балконом с первого по шестой этаж. Здесь даже стекла выбило. В ближайшие дни, пока окна не заменят, жильцам придется потерпеть сквозняки. Егора Мезрина дома вчера не было. О том, что произошло, узнал от соседей. Общались внизу вчера. Что им говорят? Увидели, как рано поехало. Побежали в передорванность, чтобы спасаться. Класса упала. Сегодня на балкон Егор лишний раз не выходит. Перекрытие в трещинах над головой дыра с кусками порванного рубероида. Пока теряется в догадках, кто же будет убирать последствия. Здесь еще надо выяснять. У нас краны не так часто падают, поэтому прецедентов, наверное, не было еще таких. На памяти начальника Кировского управления гражданской защиты Михаила Вахмянина этот случай далеко не первый. В 2010 году строительный кран упал на дом, строящийся неподалеку. Также в районе Зонального института. Стрела выбила окна в нескольких квартирах и застряла на балконе третьего этажа. Происходили падения и в других районах города. Года три назад в Радужном, когда то же самое строили, упал кран на поликлинику. Что, да? И соблюдение какой-то техники безопасности? Ну, в каждой ситуации разная ситуация. Поэтому тут я не владею обстановкой, какие выводы и заключения были сделаны. Упавшую стрелу крана убрали еще накануне. Сейчас за забором осталось только его основание. Еще в пятницу за ограждением велись строительные работы. Сейчас там ведутся работы совершенно иного характера. Специалисты экспертным путем пытаются выяснить, что же произошло накануне. По предварительной версии кран упал из-за того, что рабочие не поставили так называемые металлические башмаки, которые позволяют закрепить кран на месте. Правда, строители уверяют в обратном. Кран был закреплен правильно. А в случившемся винят разыгравшуюся стихию. Есть также у нас видео. Вот на этом доме стоит видеонаблюдение. Там показано, что в этот момент был страшный порыв ветра. И вот образовалась как аэродинамическая труба между двух домов. И первоначально сам кран почти не было видно в пыли. А потом он резко пошел по путям и упал. Кто виноват, будет ясно к середине недели. Пока дом огорожен, а выход на разрушенные балконы жильцам не рекомендован. Ирина Сырцева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича. Следственный комитет по факту обрушения возбудил уголовное дело. Если выяснится, что виноваты строители, которые не закрепили кран, компанию застройщика обяжут оплатить ущерб пострадавшим. Жильцы вправе требовать возмещения и морального вреда. Но в любом случае, какому бы решению ни пришли эксперты, восстанавливать разрушенные балконы будет Кирово-Чепецкое управление строительства. Где-то в течение двух дней они примут какое-то проектное решение. И в последующем, где-то в течение 20, может быть, чуть больше дней, они это будут восстанавливать. Кстати, Следственный комитет сейчас выясняет причины падения еще одного крана в нашем регионе. Меньше недели назад, 23 мая, в Котельниче упал легкий кран К1. Он был установлен на крыше. Его использовали для подъема и спуска строительных материалов и инструментов. Конструкция стала падать вниз и зацепила одного из рабочих. Упавший вместе с краном 31-летний строитель ООО Кирово-Чепецк-Кровля через час от полученных травм скончался в городской больнице. Об опасных стройках, недобросовестных застройщиках и пострадавших собственников на этой неделе будут говорить мои коллеги в программе «Точка зрения». И предлагают вам ответить на вопрос, как можно повлиять на ситуацию. Варианты ответов вы можете увидеть на нашем интернет-портале davici.рум. Голосуйте. Итоги подведем в воскресенье в 19.30. Вход строго по паспортам, никаких телефонов с собой. Череда единых государственных экзаменов стартовала в России. Сегодня школьники сдавали первый обязательный русский язык. За парты в Кировской области сели около 7 тысяч выпускников. Последние волнительные минуты перед экзаменом с ребятами провела Анна Мамаева. До ответственного момента полчаса Екатерина Артемьева с одноклассниками сегодня у дверей неродной школы считает минуты. В 10.00 начнется единый государственный экзамен по русскому языку. Первый. Обязательный. Страшно просто прийти, сесть и вот написать. Что вот это все перебросить, эти эмоции, все из-за страха. Через себя переступить просто и спокойно сесть и написать, не волноваться. Волнуется здесь каждый, например, друзьям и одноклассникам Давиду Корсантии и Стасу Четверикову не дает покоя тот факт, что писать тесты не будут в разных кабинетах. Говорят, вместе как-то спокойнее было бы. Есть еще один повод для волнения. Ну если в сто лет два раза захочется, они будут сидеть. Ведем себя прилично, достойно, чтобы не было за вас стыдно. Последнее напутствие от классных руководителей и сопровождающих. И школьников начали пускать в здание. Вход исключительно по паспортам. А в кабинет с собой можно взять только ручку. Телефоны, планшеты и прочие гаджеты под строгим запретом. Все внимание. Исторический момент. Вскрываем. Теперь впереди у школьников 3,5 часа, чтобы ответить на тестовые вопросы и написать сочинение. Кстати, в этом году, чтобы сдать экзамен, будет достаточно набрать 26 баллов. Правда, результаты школьники узнают только через 10 дней. Ну а до этого ребятам предстоят ЕГЭ по другим предметам. Например, уже в этот четверг за парты снова сядут те, кто выбрал экзамен по информатике, биологии или истории. Ну а 3 июня стартует второй обязательный ЕГЭ по математике. Анна Мамаева, Александр Летова, Бюро Новостейдовича. А перед тем, как сесть за парты, чтобы проверить свои знания, выпускники отметили окончание важного этапа в жизни. С 23 по 25 мая в школах области прозвенели последние звонки. Чтобы оградить несовершеннолетних от алкоголя, правительство региона в прошлом году постановило запретить продажу спиртных напитков в праздничные дни. Один из таких дней был 25 мая. Однако закон соблюдали не все. В придорожном магазине недалеко от деревни Цепеле покупатели без труда могли приобрести запрещенные напитки. Этот случай не единственный. Сотрудниками полиции было зарегистрировано еще три магазина, которые не соблюдали закон. Изъято 145 литров алкоголя. Теперь нарушителям придется заплатить штраф. Для юридических лиц эта сумма составит от 40 тысяч рублей, для предпринимателей – 4 тысячи. Граждан нашего города хотелось бы поблагодарить за своевременное нас информирование. В будущем прошу сбрасывать информацию, сообщать о фактах продажи алкогольной продукции с нарушением требований законодательства по телефону 519-519, либо 519-620. Кстати, звонков от бдительных кировчан сотрудники полиции будут ждать уже в эту субботу. 1 июня – День защиты детей. И по закону продажа алкоголя будет также запрещена. И к другим темам. Центральная часть города останется без воды ориентировочно на сутки. 27 мая с 11 часов вечера коммунальщики отключат один из водоводов. Поэтому во вторник жителям центра воду будут подавать по графику с 6 до 9 утром и вечером. Связано это отключение со строительством нового водовода Корчомкино-центр. Работы ведутся с января этого года. И сегодня вечером подрядная организация будет пробовать подключить новый участок к действующей 6-й нитке. О том, что еще происходит в городе и области, смотрите в нашем видеообзоре. 28 мая с половины 11 утра примерно на полчаса. Часть улицы Казанской будет перекрыта. Пограничники пойдут возлагать цветы от филармонии к вечному огню. Завтра по гранвойскам исполняется 95 лет. По этому поводу в 10 утра у памятника погибшим кировчанам пройдет торжественный митинг. Там же военным вручат юбилейную медаль. Продолжится праздник шествием к вечному огню и гуляниями в Александровском парке. Киров готовится встречать паломников со всего мира. 3 июня стартует Великорецкий крестный ход. В этом году маршрут по городу немного скорректировали. Если раньше до Старого моста паломники шли по Казанской, то сейчас пойдут по главной улице Ленина. Как пояснили организаторы, она шире, а соответственно пройдут паломники этот участок дороги быстрее. По всему пути следования уже традиционно ход будет сопровождать бригады скорой помощи, а также сотрудники полиции и МЧС. Будет работать камера хранения и громкая связь. Вся территория стоянок уже обработана от клещей. А в самом Великорецком, чтобы сократить очереди для паломников, построят дополнительные водоотводы для освещенной воды. Библиотекари города отметили свой профессиональный праздник конкурсом профессионального мастерства. В Центральной библиотеке имени Пушкина прошел заключительный этап конкурса «Библиомастер». Сегодня участники раскрывали себя с творческой стороны. Лучшие по профессии в итоге получат грамоты и благодарственные письма. А победитель конкурса «Библиомастер» еще и подарочный сертификат. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. А вот что вы увидите сразу после нее во второй части нашего выпуска. Побывали в Японии и Испании, получили ключи от машины и станцевали под лайму Вайкули. А в Кировочепецке химики отметили юбилей завода. Какая пища полезна и какие физические упражнения нужно делать ежедневно. Фестиваль здорового образа жизни прошел в Кирове. Новые рекорды и путевка на окружные соревнования. Памятные забеги прошли на стадионе «Прометей». Вы смотрите «Дайвича», мы продолжаем выпуск. Кировочепецк в эти выходные отметил день химика, а вместе с ним и день рождения завода минеральных удобрений. Предприятию в этом году исполнилось 35 лет. Начались торжественные мероприятия с чествования лучших сотрудников завода. Для них и многочисленных гостей местные школьники устроили на главной площади Чепецка танцевальный флешмоб. После чего уже в культурно-развлекательном центре «Дружба» руководства компании «Уралхим» представители региона и города отметили лучших работников завода минеральных удобрений. ЗМУ совершенно четко – это ключевое предприятие «Уралхим». Что отличает завод минеральных удобрений от других предприятий в холдинге? Наверное, в первую очередь, это высочайший научный и производственный потенциал предприятия. Совершенно четко, что все сложные инвест-проекты начинались на ЗМУ. ЗМУ – это 40% суммарного выпуска холдинга, несмотря на то, что в холдинге 4 предприятия. Поэтому сегодня слова благодарности и поздравления с юбилеем предприятий и с Днем химика к вам. Кстати, в этом году на заводе минеральных удобрений была учреждена премия имени Валентина Васильевича Уткина. Заводчане и горожане помнят его как талантливого организатора производства грамотного директора завода. Почетное звание лауреата премии было присуждено заместителю технического директора по производству Владимиру Кощееву. Валентина Васильевич – довольно легендарная личность у нас на заводе. Он оставил о себе очень светлую и добрую память как директор завода. Я благодарен судьбе, что я был с ним знаком лично и общался несколько раз. Поэтому для меня вот эта награда очень приятна и знакома. По традиции продолжились гуляния по случаю Дня химика и Дня рождения завода в санатории Перекоп. Причем, находясь там, работники завода могли совершить путешествия по всему миру. Под испанскую гитару или в компании с американскими ковбоями заводчане и гости праздника участвовали в различных конкурсах. Кроме того, угощались шашлыком и танцевали под песни звезд российского шоу-бизнеса первой величины. Обо всем по порядку смотрите далее. Отметить день рождения родного предприятия Сергей Бородин в Перекоп приехал вместе с братом и тут же оказался в Японии. Тем более, что сделать это было нетрудно. Организаторы гуляний по случаю 35-летия завода минеральных удобрений и Дня химика предложили отдыхающим познакомиться с культурой и специфичным досугом тех стран, куда завод поставляет свою продукцию. Сам же Сергей с братом никогда не боролся, а в таком костюме решил, почему бы нет. Жарко и он мне великоват. Кто у вас победил в вашем бою? Дружба. Победите любви. Тем временем в итальянском дворике можно было разучить энергичный танец и приготовить гигантское блюдо. По итальянскому рецепту соответственно. Чем Ольга Юрьева и увлеклась. Освоила несколько нехитрых пай, а после в составе команды любителей Италии на скорость собрала большой пазл итальянской пасты. Люблю свою следу, люблю свой коллектив, люблю свое начальство, люблю это место, люблю праздник. Очень все нравится. Италия, Испания, Франция, Германия. Найти отдых по душе на празднике мог каждый. К тому же санаторий «Перекоп» стал своеобразным местом встречи. На день рождения завода минеральных удобрений в этом году съехалось рекордное количество жителей Кирова-Чепецка. Впечатления замечательные, нам очень нравится, очень приятно. Желаю в этот день счастья, успехов и удачи в будущем. Я думаю, очень отлично. Спасибо, конечно, Уралхиму. Давайте этот праздник отметим как надо, чтобы он запомнился на целый год, как минимум до следующего нашего профессионального праздника. Поздравляю всех с Днем Химико и 35-летним юбилеем ЗМУ. Ура! Со сцены слова поздравления и подарки. Представители трех многодетных семей заводчан, которые растят четверих детей, получили из рук руководства ключи от новеньких машин. Аплодисменты! Приятная возможность распечатать свою «Ладу-Гранту» досталась и отцу четверых детей Андрею Шушакову. Позже признал, такого подарка от родного предприятия не ожидал. Всегда в хозяйстве машина нужна. Машина есть, еще одна. Мы хотели в кредит другую машину. Продолжились гуляния танцами под открытым небом. Для заводчан и гостей праздника выступили Лайма Вайкуле и Леонид Агутин. Чтоб вам шиться! Мы вам аплодируем! Вы здорово пели! Дмитрий Житарчук, Даниил Кольчкин, Бюро новостей давеча. Занятия спортом и правильное питание. В Кирове состоялся межрегиональный фестиваль здорового образа жизни. В рамках проекта «Беги за мной». Поучаствовать в мероприятии приехали молодые люди из Кировской области и других регионов России. Как правильно подбирать тренировки и какие продукты полезны для здоровья, узнала Екатерина Зубарева. Беги за мной! 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 Эти кадры были сделаны на молодежном форуме «Селигер». Именно там зародилась идея проекта «Беги за мной». Его главная цель с помощью тренировок и правильного питания создать образ здорового, красивого, молодого человека. Мария Борисова решила, в нашем городе тоже должен появиться клуб здорового образа жизни. Поэтому, когда приехала в Киров, принялась искать единомышленников. Методы, которые используют «Беги за мной», они действительно эффективны. То есть доступным простым языком, ярким примером показать, что действительно здоровый образ жизни – это не то, что нельзя, а то, как можно жить хорошо, как можно быть красивым, стройным и вообще хорошо, как внутри. В это воскресенье участники проекта не только из Кировской области, но и из других регионов России собрались во Дворце единоборств, чтобы обменяться опытом и поближе познакомиться. Фестиваль длился пять часов. За это время ребята узнали, как правильно выбрать тренировки для занятий и какая пища считается полезной. Когда ты здорово питаешься, когда ты здорово живешь и здорово тренируешься, ты уже не хочешь в свою жизнь привносить что-то другое. То есть ты начинаешь уважать себя, уважать свое тело, уважать свой задор, свою молодость и свое здоровье. Такой масштабный фестиваль прошел в нашем городе впервые. Участие в нем приняли 800 молодых людей от 18 до 30 лет. Если проект будет пользоваться популярностью, то, обещают организаторы, фестиваль здорового образа жизни пройдет в Кирове и в следующем году. Екатерина Зубарева, Алексей Юфирев, Бюро новостей Дайвича. Далее новости спорта. О них вам расскажет мой коллега Эдуард Пенюкжанин. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Калышницына. До свидания.